14 августа кандидат в мэры Москвы Николай Левичев подал жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию на действие подпольного штаба одного из кандидатов на должность мэра. Я пришел подать жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию в соответствии с действующим законодательством о том, что в одной из квартир на Чистопрудном бульваре обнаружены большие объемы агитационной литературы в пользу одного из кандидатов мэра Москвы, которые не имеют никаких выходных данных, соответственно, подпадают под действующее избирательное законодательство. Я обратился с просьбой проверить источники финансирования, изготовления этих материалов так, как полагается по действующему законодательству. Что касается оценок этой ситуации, я могу сказать, что я и мои товарищи по партии «Справедливая Россия» многие годы на всех выборах, всех уровнях борются за честные и чистые выборы, не только против фальсификации в день голосования, но и за проведение избирательной кампании в соответствии с действующим законодательством. Нам эти правила тоже не все нравятся. Мы боремся на уровне Государственной Думы, внося поправки в действующее законодательство, но тем не менее стараемся добиваться исполнения тех правил, которые приняты. Практически на каждых региональных выборах самый яркий пример на выборы в законодательство собрания Тверской области. Мы выявляем такие вот подпольные штабы, которые распространяют нелегальную агитационную литературу. Часто это связано с выпуском фиктивных газет от имени нашего избирательного штаба, от имени нашей партии, которые занимаются уж совсем черной пропагандой, которые оскверняют доброе имя Риммы Васильевны Марковой, народной артистки России, лидера нашей партии Сергея Миронова, кандидатов от нашей партии на выборах различного уровня. Поскольку вчера на горячую линию нашего штаба поступил сигнал от одного из жителей Москвы о том, что по такому-то адресу по ночам происходит какая-то загрузка или погрузка явно печатной продукции, мы сделали предположение, что там находится один из таких вот черных, так называемых, избирательных штабов. Ну, наши предположения подтвердились. Единственное, я могу публично принести извинению Сергею Митрохину, потому что сначала нам сказали, что есть основания полагать, что там действуют его волонтеры или сотрудники штаба, но оказалось, что это черный избирательный штаб другого кандидата в мэр. Как вы считаете, это один-единственный черный избирательный штаб? Ну, у меня пока нет другой информации. Я рассчитываю на то, что все-таки, поскольку штаб кандидата в мэр Навального открещивается от связи с этими людьми, хотя они сами назвали себя еще до того, как полиция сумела проникнуть в квартиру, они назвали себя сотрудниками штаба кандидата в мэр Алексея Навального. — Скажите, а этот человек, который вам позвонил, это ваш сторонник или член избирательного штаба вашего? — Ну, я думаю, что этот человек, прежде всего, сторонник честных и чистых выборов. — А скажите, а вы в дальнейшем будете проводить вот такую деятельность по выявлению подпольных штабов? — Значит, я такую деятельность не провожу, я реагирую на сигналы. Как вы знаете, в отношении меня уже прошел ряд провокаций. Например, установлено, что в типографии, где печатается моя агитационная литература, и там же, кстати, печатается агитационная литература Алексея Навального, да, эта типография официально заявилась на обслуживание избирательной кампании, там произошел такой казус, что уже после того, как полосы одной из моих агитационных листовых были запущены в производство, на такой производственной стадии, которая называется на профессиональном языке «в спуске полос», вручную были исправлены несколько букв подписей под одной из фотографий, так, чтобы получилась подпись, дискредитирующая кандидата. Это очевидная, заранее подготовленная, спланированная провокация. Ну, коль скоро есть люди, которые занимаются такими делами в отношении моей избирательной кампании, почему я не должен реагировать на те сигналы, которые мне поступают от добропорядочных граждан? Мы этим занимаемся все время, на всех выборах. Еще раз повторю, партия «Справедливая Россия» всегда борется за чистые, прозрачные выборы, насколько это возможно в существующих реалиях при действующем законодательстве. То есть, можно предположить, что в сегодняшних дебатах вечером эта тема станет главной, и транспорт пойдет на, спустится, условно говоря, на вторые роли? Ну, вы можете предполагать, я в политике давно зарекся в сослагательном наклонении высказываться. Поживем, увидим. Как пойдет, так пойдет. Спасибо. Спасибо.